Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение четвертой книги царств и мы будем читать 20 главу этой книги. Эта 20 глава рассказывает о том, как с помощью молитвы человек, больной человек, которому как бы будет вынесен смертельный диагноз и приговор даже от Бога, он сможет всю эту ситуацию изменить. И мы читаем. «В те дни заболел Изыкия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома Твоего, ибо умрешь Ты и не выздоровеешь». Совершенно очевидно, что Изыкия знал, что Исаия – истинный пророк, потому что все, что Исаия говорил, оно всегда сбывалось. И такая весть, она прозвучала, как смертный приговор, как смертельный диагноз, поставленный ему. И что делает Изыкия? «И отворотился Изыкия лицом своим к стене и молился Господу». То есть он был болен, и он не мог подняться, он молится, лёжа, опираясь на стену, и обратился Изыкия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Изыкия сильно». Действительно, мы знаем, что Изыкия – это один из лучших царей Израиля, иудеи, он был иудейский царь. Сказано в Писании, что не было таких до него благочестивых, и после него это действительно был удивительный правитель. Здесь мы видим, что он соединяет молитву по поводу своего здоровья с сильным плачем. А Исаия вынес этот приговор, повернулся и ушёл. Как бы для него этот вопрос закрыт, он сообщил, что ждёт Изыкия. Но что происходит далее? Исаия ещё не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи языки, владыки народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца Твоего, я услышал молитву Твою, увидел слёзы Твои, вот я исцелю Тебя, в третий день пойдёшь в Дом Господен. То есть сейчас ты будешь исцелён, а через три дня ты сможешь пойти в Дом Господен. И прибавлю ко дням Твоим пятнадцать лет, и от руки царя сирийского спасу Тебя, и город сей, и защищу город сей, ради себя и ради Давида, раба моего. Но представьте себе, друзья, что человек уже как бы смирился с этим фактом, что он умрёт, он молится, плачет, повернулся к стене, а теперь Исаия должен вернуться и объявить, успокойся, те Господь ещё пятнадцать лет даёт. И сказал Исаия, возьми пласт смокв, пласт смокв, это смоквы, которые их в такую лепёшку прессовали, и взяли, значит, Исаия сказал, возьмите пласт смокв, и взяли, и приложили к нарыву, то есть он умирал от, скорее всего, какой-то гангрены, если это смертельный нарыв, и он выздоровел. И сказал языке Исаии, какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господен. Изыке ещё не верится, он просит какой-то знак. И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрёк. «Вперёд ли пройти тени на десять ступеней или воротиться на десять ступеней?» Понятно, что тень идёт вперёд, а назад-то тень никогда не возвращается. И сказал языке, легко тени подвинуться вперёд на десять ступеней? «Нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней». И воззвал Исаия пророк Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней. То есть нарушаются законы природы, но они нарушаются Творцом этих законов природы. Господом, который создал мир видимый и невидимый. «В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Изыкии, ибо он слышал, что Изыкии был болен». Здесь появляется новый персонаж – Вавилон. Вавилон – это опаснейшее искушение, которое не смогут преодолеть израильтяне, ибо пленение будет тотальным. «Изыкия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его, не осталось ни одной вещи, которой не показал бы им Изыкия в доме своем и во всем владении своем». Вот это единственная ошибка, которую совершает Изыкия. Зачем показывать этим людям все эти сокровища, все то, что было у него, оружейный дом, и эта ошибка оказалась трагической. Во всех остальных случаях Изыкия как бы безупречный человек. «И пришел Исаия, пророк, к царю Изыкию, и сказал ему, что говорили эти люди, откуда они пришли к тебе?» Пророк как бы оберегает царя от неверных решений, особенно когда дело касается переговоров, непонятно с кем. «И сказал Изыкия, из земли далекой они приходили, из Вавилона». Назвав Вавилон землей далекой, он как бы обезопасил себя, в своих собственных глазах, мол, они далеко живут, потому что в основном воины были с ближайшими соседями. «И сказал Исаия, что они видели в доме твоем, и сказал Изыкия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих». То есть по наивности действовал Изыкия, потому что пришли люди издалека, поздравить его с выздоровлением. «И сказал Исаия Изыкия, выслушай слово Господне, вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, Вавилон, ничего не останется, говорит Господь. И сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И в книге про Рока Даниила мы действительно видим, как царских детей брали в Вавилонский дворец, чтобы они были евнухами. «И сказал Изыкия Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек». Почему он так говорит? Потому что речь идет о том, что это произойдет уже после смерти Изыкия. Это коснется его дальних потомков, и сам он своими глазами это не увидит. И продолжал. «Да будет мир и благосостояние во дни мои». То есть хотя бы мне не видеть этого бесчестия. И окончание этой главы, прочее об Изыкии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. «И почил Изыкия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него». Вот так оканчивается жизнь Изыкии, которая по его молитве и по его слезам, она продлилась еще на 15 лет, но он тоже допустил некую оплошность, когда охвастался своими богатствами. Поистине несть человека, который жил бы и не согрешил. ибо, отец лёт, не соединяй, но он был и не подобный, Потому что, который был, он был, и, на первом, он был бойц, и все, и, и, он был. Продолжение следует...